Алкоголь фу, сигареты фу. Парень, посмотри на мою эстетику. Как давно вы слышали эти слова? Возможно так года три назад, когда Данил Степанов пропагандировал здоровый образ жизни. Он говорил людям не курить, не принимать наркотики, продавал свою программу тренировок и даже выпустил прикольную песню. Побывал во многих тикток хаусах и в принципе его можно было увидеть везде. Свои песни он пел о том, что год назад он был никем, а сейчас он просто добился всего. Однако на данный момент про него вообще ни слуху ни духу и что с ним сейчас такое, узнаете в этом видео. Но также хочу сообщить о том, что у меня есть телеграм-канал, а также недавно появилось вк-сообщество, в которое можете перейти по ссылке в шапке профиля. Итак, представим себе ситуацию. На дворе 2021 год. Популярные всякие тикток хаусы по типу супер хауса, также никто не знает ни про какого Ивана Золо. Только начинает узнавать про Ника Глайпа мему разрывная. И тут на сцену является качок, спортсмен. Человек, который пропагандирует здоровый образ жизни. Боже мой, это же Данил Степанов. Чувачком коллабились абсолютно все. Тот призывал в свою очередь восхищаться своей эстетикой, а также покупать программу тренировок. Разумеется, вечно так быть не могло и в итоге началась целая эра боёв. То Иван Золо против Бати, 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 то Иван Золо против Фары. В общем-то были регулярные баттлы. В целом контент вышел ненормальный и хайп на нём был. После Ивана Золо контента особо не выходило. Вышло его мнение о ЧВК Редановцев, а также вышел коллаб с Глебасом и Суетой. Юрий, ты хочешь быть здоровенной, Горилла, ты хочешь быть в эстетик-клаб? Я открываю своё объединение, эстетик-клаб, против ЧВК-ритана. Чтобы бабы не бросали. Давай. Нормальная такая, да? Там они пранковали алкашей тем, что давали им воду под видом водки. После этого полноценные видео больше не выходили, зато выходили кружочки в Телеграме. И короткие видео, которые выходят до сих пор. В целом, Данил не сильно изменился, но у него появилась татуировка на груди. Он также занимается здоровым образом жизни, качается и всё ещё выглядит вполне себе достойно. Однако хайпа уже почти нет. Конте в кружочках чем-то напоминает кружочки Глебаса и Суеты, с которыми, как и говорил ранее, он недавно коллабился. В общем-то, в целом, с ним всё в порядке, чувак живёт хорошо, у него всё хорошо в жизни. Так что, можно лишь порадоваться за него, восхититься его эстетикой заново, как 3 года назад. Но на этом всё. Всем удачи, всем пока.